Пока малыши отдыхают, на прогулочных участках 77-го детского сада заведуют взрослые. Педагоги, волонтеры, представители ТОС «Первомайский» спиливают и убирают старые ветки деревьев. С субботника начался первый этап проекта «Трогательный сад». Он уже вскоре появится в дошкольном учреждении, куда ходят ребята с нарушениями зрения. На территории детского сада будут располагаться различные растения, с которыми дети будут знакомиться не только, ощупая пальчиками, но и можно будет понюхать. То есть дети будут, и не только дети даже, а взрослые будут знакомиться с растительным миром нашего Логотской области, нашего города с помощью различных органов чувств. Сами понимаете, что для детей с нарушением зрения это вообще уникальная возможность. В детском саду посадят не менее полутора тысяч растений. В основном это будут травы с сильным и приятным ароматом. Шалфей, котовник, перистая гвоздика. Появятся вечно зеленые деревья и яркие цветы. Пионы, лилейники, гортензии. На территории будет несколько специальных зон. Фруктовый сад, сказочный лес со статуэтками животных, тактильный стол, тропа здоровья. В проекте даже участвует ландшафтный дизайнер. Будет сделан цветочный лабиринт. То есть он из мягкого кустарника сделан, невысокого кустарника, чтобы дети могли, те, кто совсем не видят, могли на ощупь чувствовать стенки. И играть, гулять по этому лабиринту. Он сделан из ярких будет цветов. По словам дизайнера, посадки все должны завершиться к середине июня. В августе детский сад с новой концепцией хочет поучаствовать в проекте «Цветущий город». В этом году цель, чтобы трогательный сад был виден. Деньги на проект выделила компания «Северсталь». Дошкольные учреждения совместно с ТОС «Первомайский» выиграли экологический грант на сумму почти полмиллиона рублей. «Северсталь» очень давно поддерживает все экологические начинания в городе. А когда это еще связано с детьми, связано с социальными вещами, которые очень важны для города, то мы всегда во все эти темы вовлекаемся. Благодаря гранту «Северстали» «Экопроект ТОС» в Череповце благоустроят шесть территорий в различных районах. Призовой фонд конкурса составил 2,5 миллиона рублей. Александр Шайгичев, Сергей Павлов. Новости.